В Азербайджане выявлено еще 3086 случаев заражения коронавирусом. 1781 человек вылечились, 43 пациента с коронавирусом скончались. За последние сутки проведено более 10 тысяч тестов на COVID-19. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено свыше 149 тысяч фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 90 278 человек вылечились, 1675 скончались. Число активных больных более 57 тысяч. Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции приближается к 68 миллионам. Свыше полутора миллиона человек скончались, выздоровели более 46 миллионов пациентов. По официальным данным итальянского правительства, количество умерших от COVID-19 в стране превысило отметку в 60 тысяч. Италия входит в число стран с наибольшим количеством смертей среди населения. Тем временем, накануне итальянское правительство приняло ряд новых антиковидных мер. Они включают более жесткие ограничения на поездки в Италию и по территории страны. Новые ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса, начали действовать и в Эстонии. Для торговых залов в помещении общего пользования предприятий сферы услуг вводится требование 50-процентной заполняемости от общей вместимости помещения. Кроме того, в этих помещениях вводится правило 2 плюс 2, то есть люди могут находиться рядом друг с другом группами не более двух человек, соблюдая дистанцию не менее двух метров. Греция продлила меры по ограничению распространения COVID-19 до 7 января. Ограничения включают ночной комендантский час и запрет на выезд за пределы домашних префектур. Школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты также останутся закрытыми. Представитель Литвы в Европейской комиссии Виргинию Синькевичу заявил, что первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государство члены ЕС через 3-4 недели. Вакцины против коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходит этап проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточны ли данных о безопасности и эффективности вакцины производители Pfizer и BioNTech для ее утверждения. Массовую вакцинацию от COVID-19 начали в регионах России. Российская вакцина «Спутник Ви» доставлена в самый восточный регион страны. Прививку в Сахалинской области делают в первую очередь врачам, учителям и соцработникам. Тем временем Минздрав Российской Федерации выдал разрешение на проведение в стране третьего международного этапа клинического исследования китайской вакцины от коронавируса от 5НКОВ на 8 тысячах добровольцах. Всего за сутки в России выявлено более 28 тысяч новых случаев коронавируса. По-прежнему в лидерах столицы. В Москве заболели 7279 человек. Далее идет Санкт-Петербург и Московская область.